Всем привет! Погадайте, где мы находимся. Где мы находимся? Мы находимся в каком-то помещении. Скорее всего, это аэропорт. Ну, похоже, немножко. Да, мы тут внезапно решили улететь в Таиланд. Короче, мы немножко помяты, потому что не спали всю ночь. Сейчас вот ждем багаж небольшой, вообще налегке, с рюкзачками, фототехникой. Вот, и, короче, будем отдыхать. И лазить по лесам. Ну да, и по лям. Борт высокий. Это не Гонконг. Это Гонконг. Я уже в Гонконге. Ну что, с приездом нас в Таиланд. Сразу мы в отеле встретили наших друзей. Геккончика. У нас там пляж. Мы сейчас пойдем посмотрим, что у нас тут в округе в ожидании наших друзей. Миша с Лешей. Они обещали принести нам кофе. В общем, мы еще не заехали. Ждем. Едем в тук-туке. Жрать. Может, ты великий блогер. Да. Блогер-миллионник. Куда едем, никто не знает. Разберемся. Куда-то в центр. Жрать. Жрать, жрать, да. Да. Прибарахлились немножко шляпами. Есть суховаться. Пандам есть какой-нибудь, да. Вообще. Я тоже в шляпе, если что. Вот это манго растет. Куры. А вот это вот какое-то растение. Ну, судя по корням и стеблям, оно плавает на поверхности воды. Вроде как, оно раньше росло в аптекарском огороде. Семейства Бобовые. Но, может, если кто знает, напишут в комментариях, что это такое. Его здесь добавляют в салат. Мы не пробовали. Вот. А вон наши друзья Green Studio. Пошли воровать семечки какого-то растения. Тут обычно калиточка эта закрыта. А сейчас почему-то открыта. Ну да. О, собачка. Собачка не очень хорошо. Вроде спёрли. Идут. Хе-хе-хе. Вроде спёрли. Идут. Хе-хе. А О, жири. Вон эти, люди паспорт�, вон эти. Они стоят, как они заходят. Вон эти, люди паспорт azon. Полуседьмого утра в Таиланд, не скажу, что мы очень счастливы, как видите, я просто не могу отлепить себя от кровати, потому что мы не спали сутки после самолета, вчера легли, в общем, как-то мы совсем не выспались, но у нас сегодня один единственный день, когда мы можем себе позволить отдохнуть, сейчас мы с Мишей с Лешей поедем на остров на пароме полчаса, чтобы там можно было покупаться, была чистая вода, если нам повезет, мы сможем понырять, посмотреть рыбок, ну и всякие мягкие кораллы, на Пакухете, мы до этого были один раз там, там вообще вот примерно с этим было отлично, мы с Гошей плавали часов по шесть, с маской, с ластами, у нас там даже охрана гоняла, вот, а сейчас что нас ждет, я не знаю, но вроде как там классная природа, к примеру, вот в Паттайе пока меня расстраивает, отсутствие зелени, но посмотрим, что будет, сейчас такой сезон, мы поехали в самый жаркий месяц, когда самая такая высокая влажность и очень-очень сухо, говорят, что зелени не будет практически вообще как есть, в следующий раз попадем, надеюсь, на зеленое что-то, ну, теперь пора бежать завтракать и за ребятами, ну, я вам не с такой, ну, я вам не с такой, мы уговорили ребят взять по байкам и поехать обследовать остров, потому что здесь много уже растений, много травы, очень хороший пляж, вот это вот уже нормальный Таиланд, вот, сейчас Гоша обуется и стартанем, да уж, мы как всегда поперлись, короче, пешком в какой-то лес, нам сказали, что туда надо идти пешком, возможно, там просто местные какают, возможно, да, возможно, это местный туалет, сейчас мы узнаем об этом, блин, первый муравей, да, в этот раз нам меньше везет живностью, поднимаемся на какую-то самую высокую точку, блин, без жара, ладно, надо догонять, короче, оторвал какую-то кучу непонятную, от дерева, да? нет, они земляненькие, тут ходы, а мы называем, что это муравьи или термиты, но внутри их никого нету, потому что, видимо, жарко слишком, скорее всего, где-то в глубине, похож термиты, взял, сломал муравьям дом, безчувствуемый, еще бы такое пекло, пипец, ооо, еще туда можно подняться, ты счастлив? я вниз, еще раз, вот сюда, ребят, нашли какое-то дерево, уже собираются черенковать, домики для духов, ничего не черенкуете? пока нет? ой, ну я что-то оговорилась, клевые камни, охрененный камень, да нет, ну как фигня, у нас таких нету, а нам нравится, просто солнце выжженное, у нас есть куча материала, который можно сделать, очень красиво, делаем курсы завтра, подгоняем самосвал, ой, какой вид, мы сразу час на самолет, да, самолета, наверное, проще, а здесь вот коряжка какая, арендуем 300 рублей, они здесь уже были, да, на нем мы больше выведем, просто поеду, ой, какая коряжка, возможно, кстати, это гнездо муравьев и котилов, любители муравьев держат их очень часто, давайте посмотрим, что там внутри, вон он побежал, а я такого же рыженького на земле, видимо, ну а вот, смотри сюда снимай, вот это, видимо, покинутые гнезда, вот это свеженькое, они листья вот так сплетают, ай, блин, дрожи, смотри, сколько их аккуратней, сейчас они кусаются, в прошлый раз нас очень сильно в Таланде искусали муравьи, эй, чуваки, смотри, прямо это, он жрет меня, ну, он вроде не жалит, хотя, кто его знает, пытается, вот здесь вот муравьеведия, Дош, ты там прям очень много муравьев, так не надо сейчас на голову посыпать, вон, да-да-да, свежачок, короче, дофига, а, вон окон, я-то тут не дотянусь, у меня камера уже горячая, вон еще одно гнездо, осветительное, ну-ка, давай быстрее, пока не убежали, поднимай, сиди лицо? да нет, ничего пустое, вон белая ползет, фигня какая-то а вот, смотри, нет это термиты ой, какие у них личинки интересные осторожно ну, похоже, да, это термиты это, вот у них, похоже, самки нифига себе, я никогда не видела такое больные мы с тобой люди ладно, возвращаем дом назад, пусть они не страдают ну, еще они, видимо, очень сухо, они по землю уходят пошли, посмотрим, что за мох он, конечно, в спящей фазе какой-то мох какой-то мох, да, он совсем в виде трухи ну да, он весь обезвоженный, но он восстановится должен, да да, понимай дай кусочек возьму, попробуем дом размочить слона-то я и не приметил ржач мы прошли мимо арки, целые, наполненные заполненные этими эпипремными вон, они растут, ну, правда рассеченного листа все равно нигде нету может, он, конечно, и не дает да, я тоже не вижу но так красивый, конечно или в байк давай уберем ну, вообще, очень интересно нашли какое-то болото на острове Колан наверное, это единственный водоем, который тут есть сейчас пойдем смотреть, что тут вообще интересное да, сейчас мы семена нарвем да, очень интересная фиговина сейчас надо будет дернуть семечку спускаемся к болоту, ой, блин смотрим болото да уже готовые есть саженцы какая-то, кстати, осока интересная растет на прямом солнце что вот это такое плавающе да это ипомея какая-нибудь но лягушек здесь не будет, сейчас такую же не, лягушек, конечно, не будет растения, может, какие-нибудь интересные мхи вот, зарика, наверное, тут водичка ну, судя по всему, тут какие-то скотины хорошая на меня напала, что есть муравьи большая? о, Машу сожрали муравьи какая-то бобовая фигня очень красивая сейчас надо ну, Леша говорит, и помея какая-то видел, да а вот отсюда мы сейчас семечку оторвем вот такой вот тут ландшафт что это у нас? похоже, это мимоза пудика вот она в природе огромные заросли этот тоже поедем на Машу, да на Машу напали муравьи и кофилы их тут просто дофига вот у нас сейчас весь рюкзак в них вот ползет заметьте, он меня не жалеет он снимает муравьев они меня сожрали просто ну ты же их всех уже скинула вот, и тут все дерево в них вот, гнездышки висят если задеть тут же выбегает толпа и начинает жрать вот в Москве такие муравьи стоят дофига денег это какой-то уже местный поселок здесь проезжали здесь в основном тусят проживающие на острове, похоже вот это тачки какие-то очень много русских везде прям, как будто из России не выезжали русскоговорящая речь практически на каждом шагу ну а куда сейчас едешь? ну да сейчас весом больше некуда и китайцы китайцев, наверное, даже больше, чем русских встретили немного немцев очень смешные ребята очень позитивные и веселые и навеселее так стой, стой, стой идем купаться обратим внимание это фикус бенедийка фикус бенедийка это сорт Амстел Кинг вот вот а вот это что такое растет с кронами высокими да ничего не слышал прикольно нашли какую-то стоечную канаву в ней сидят головастики веслоногов домовых точно такие же, как у нас в теплице вот и в этой канаве, судя по всему, живут какие-то рыбы которые этих головастиков жрут вот здесь посмотрите вот эти всплески это все рыбки всплывают, хватает головастика и сваливают их тут просто до хрена приехали в Таиланд искать экзотические растения нашли а что? от солнух а вот тебе про гелии выберет хмеи хмеи что ли какие-то? нет, не хмеи блин, а значит, да, в рамельке какие-то но им тут дурно явно идем дальше вот это уже вот это уже не ригелии но тоже им тут не особо а вот эти это, как оказалось, не хлорофитом и совсем это такой вид пандануса у нас он почему-то совсем не распространен в комнатной культуре вот, а здесь его прям дофига везде растет очень красиво выглядит идем по какому-то заброшенному отелю или хрен знает что это такое вид на море местные какие-то чуваки копают грядки и проводят пролив полив главное, чтобы она сейчас ничем еще не обрушилась тут всякая хрень висит залезли, как всегда ничего слушай, а это знаешь что это неужто эти солнечные панели ну-ка не, просто похоже хотя нет, это солнечные панели абсолютно точно прикиньте это огромное количество явно они уже дофлые, конечно сколько это денег стоит ну какая разница, ржавые, нежавые каждая такая панелька это 300 баксов вот табличка каждая панелька по 64 ватта вот, видимо судя по виду уже давно здесь валяются кому надо приходите забирайте жара градусов 40 если что в горку идти так себе удовольствие нигде нет никакой живности изредка встречаются муравьи и кофилы им, видимо пофиг на жару больше никого не видно а там растут какие-то агавы или что это ну похоже на вполне себе им тут в общем и бесполиво ништяк знаете, какие жирные поднялись на вершину тут какой-то знаю поселочек дачки черт-то значит такое наверное местные живут маша вон откисает море очередной какой-то бетонный резервуар не знаю для полива что ли вот в нем огромное количество дафни он там сидит но их конечно не увидите ну и опять головастики веслоногов вездесущие и срущие вот так вот цилиндрические сенсивьеры растут можно сказать в диких условиях орут цикады орут они здесь далеко не везде видимо жара тоже на них сказывается но периодически вот такие вот кусты встречаются где целые толпы встань-ка рядом с ним чтобы размер сравнить вот такой вот у нас тут растет молочай или кактус ковырни-ка его ногтем не ну ковырни чтоб сок пошел похоже что кактус ребята нас затащили в торговый центр и тут сказали есть магазин флорариумов и растений мы решили посмотреть не смогли пройти мимо похоже на леокобриум но это точно не леокобриум по крайней мере не такой что в Голландии продает нищета уже эти вареегатные все уже вареегатные так нет все мы тоже их вам ну скажем так для нас совсем чего-то интересного нет пока но растение ухоженное громче микрофон короче говорим что растение ухоженное много стефании всяких лук вот эта штука мне кажется порадовала некая эмпатия инсамирабелис фиг его знает что это мы таким не занимаемся но но забавно и смотрите светодиодные светильники я говорю свет ну колхозный конечно китайские матрицы 220 эффективности 30% все равно светодиодные уже ну в общем вот бонсайчики всякие но в основном тропические конечно так ладно пора валить дальше 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 Спасибо.